Мои сегодняшние гости, которые расскажут о золотом сезоне, они не просто родственники и коллеги, это династия. У меня сегодня в гостях Никулины. Юрий Максимович. Максим Юрьевич, добрый вечер. Прошу вас. Спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Те, кто побеждал, и именно золотом побеждал на мировых цирковых фестивалях, будь то Монтокарло, Париж, Москва, Ижевск, Сан-Поль и Дакс, Китай, не в этом дело. Главное золото. Это звезды, это наш золотой фонд, это суперартисты нашего российского цирка. Суть-то в том, что мы один сезон прогнали уже золотой. Прошлый сезон тоже был золотой сезон. Золот у нас много, поэтому мы сочли неэтичным для себя не продолжить тему и не пригласить других артистов, также имеющих право, потому что они золотые. Из номеров прошлой программы оставилось два номера с животными, они востребованы. С какими животными? Это смешанная группа хищников Широкаловых и морские животные Тимченко. Если у нас про животных речь сошла, то наши традиции, у нас тоже есть животные, тоже хищник, давайте до сюда хищника. Это Платон, да? Да, Платон. У него сегодня дебют в эфире. Мы найдем ему поклонников каких-нибудь, которые его возьмут к себе. Вот к вам в цирке, естественно, не предлагаю. У вас там животные... Платон мне дрохнул. Да, да. Вот с этим и насчет животных, просто я думаю, это будет любопытный такой нюанс. Мы перед началом эфира говорили вот об этом многострадальном жирафе из Дании. И я с удивлением узнал от вас, что, оказывается, жирафы не поддаются дрессировке. Да, они из тех диких животных, которые, в принципе, не дрессируются. В данном случае, если используются такие животные в цирке... Они используются в цирке. Их много, да. Но таких животных много. И гиппопотамы, и носороги, и зебры, и жирафы. Они, в общем, ничего в цирке какого-то... Если сравнивать с лошадьми, собаками, теми же тиграми, они делать ничего не могут. Потому что не дрессируют, не дрессируемые. Они просто их демонстрируют. Ну, такой зооцирк, и стигзотчика. И самый главный трюк, который делает жираф во всем мире. Я в цирках видел. Он просто его водит по кругу. Идите, кормят его бананами, которые сидят с первых лидов. Собственно, и все. Смотрите, эта история с жирафом, она ведь на весь мир прогремела. И уже у нас очень многие попиарились на этой истории. Вам не приходило бы... Почему вообще, на самом деле, вы никогда не устраиваете то, что называется словом пиар? Из того, что происходит в рамках цирка на Цветном. Вот вы, допустим, сделали бы заявление, что мы хотим этого издания жирафа к себе в цирке. И сразу бы про Никулина начали бы писать те, кто раньше не писал. Зачем врать-то, на самом деле? Мы же ведь не хотим. А вы, это составляющая пиара? Я понимаю. Пиар бывает разным. Пиар бывает позитивным. Пиар бывает ради пиара. А, собственно, нам себя чего пиарить? Ну, смотрите, просто я даже, на самом деле, вот вы Монте-Карло упоминали тоже вот перед началом эфира, что в Монте-Карло Соколова, да, по-моему, выиграли золото. Тоже об этом не очень много. Ну, то есть, было бы такие сообщения на новостных лентах, сказали кое-где в эфирах, но прямо вот такого разговора подробного об этом не было. Это ведь достижение или это не достижение? Это достижение, это то же самое для нас, что золото на Олимпиаде. Даже больше. Плюс к тому, что сегодняшний год вообще был уникальным, потому что впервые за всю историю существования фестиваля в Монако все золото уехало в Россию. Все золото? Обе золотых медали, оба золотых клоуна. А, все золото, это в смысле обе? Ну, все золото фестиваля. Там больше двух не бывает. Вот поэтому все мы увезли с собой. Ну, значит, это акробаты. Да. И а второе какое золото? А второе кто взял золото? А второе взяли золото, воздушный номер. Это не наш цирк. Это свободные художники, абакаровы, парный воздушный номер. Что это на самом деле редкость для Монако Карло. А вы ведь тоже, по-моему, работаете с свободными художниками, да? Мы работаем со всеми. Нам не важна предпринадлежность. И с иностранцами в том числе. Вот сейчас у нас запускается номер. Они репетируют и будут в этой программе в новой. Русская палка, акробаты на шестах под руководством Родиона. Они, кстати, золотые обладатели Монте-Карло в свое время тоже клоуна. Другим составом. А сейчас верхний у них, тот, который прыгает на шесте, он вообще китаец. Поэтому он такой интернациональный. Они отработали в сезон Дюссалей по контракту и вернулись к нам. А китайский цирк, он вообще сильный, считается? Китайский? Да. В мире всего есть два национальных цирка. Это русский и китайский. Да разве? Я этого не знал. Как остальные, это не национальные. Национальных цирков больше нет. Есть номера, есть артисты, есть аттракционы. Национальная преднадлежность. Французские, итальянские, американские, немецкие. А цирка, как явление культуры, как часть культуры, только два в мире. А в Китае это еще тоже с коммунистической эпохи? Да. С плохима. Но на самом деле позиции, ведь отрасли, если мы сравним с того периода, когда ваш дедушка и ваш отец работал в цирке, знаменитый Юрий Никулинц, с тех пор значительно пошатнулись позиции отрасли. Все-таки, мне кажется, в стране. Кажется. Это иллюзия, да? То есть и да, и нет, на самом деле. Цирк стал, как вам сказать, менее массовым в плане того, что его... Вот вы начали с пиара, да? Его сегодня никто не пиарит. Вот сейчас наши будут прилетать из Олимпиады с медалями, с бронзовыми литой. Их будут встречать в аэропорту Тапирош, Шаплба, Оркестр и прочее, прочее. Наши возвращаются по звуку собственных шагов. Хотя они не меньше приносят России. Да, я с этого, собственно, и начал с разговора. Потому что, когда это было дело на государство, государство пиарило цирк. Слава богу, сегодня начинает к этому какой-то возврат, но не при помощи государства, при помощи другого. Допустим, раньше был журнал «Советский цирк». Снимались фильмы об артистах цирка и документальные, художественные. «Полосатый рейс», «Увратительница тигров», «Необыкновенный отель», «Солнце в авоське», «Юлия Никулин». Была организация, которая называлась «Бюро пропаганды советского циркового искусства». То есть это было на государственном уровне. Сегодня это стоит сумасшедший денег, вы же знаете, да? Все это. Поэтому заниматься самим этим невозможно, а государство, поскольку ему это не сильно интересно, этим не занимается. Но вот артисты, которые работают в нашей программе сегодня, взять Эго Шаракаловых, взять Тимченко, взять, не обижая других тоже, просто они яркие-то аттракционы, Соколовых, Клоун Володя Дерябкин, из тех, что называются «Любим из публики». Вот сейчас будет в программе у нас, кстати. Вот ходят на артистов уже сегодня. Есть определенная категория людей, которые ходят не раз и не два, а на полюбившиеся им номера, на персоналии, на аттракционы, не просто посмотреть программу. Поэтому, когда меня сегодня спрашивают, а что, уже больше нет, помните, вот таких, как Маяцкий, Волжанский, Кио, Никулин Шуйдин, Олег Попов? Да есть, и лучше есть, и интереснее есть. Просто о них никто не рассказывает, они никому не известны. Они перестали быть национальными героями, они выпали из части нашей культуры. Вот это обидно. Юрий Максимович, а у меня вот вопрос к вам. Может быть, на самом деле, ваш отец не учитывает такой аспект, как мода? Может быть, просто у новых поколений, в которых вы принадлежите, цирк – это просто не модно? Не соглашусь. Мне кажется, он последние несколько лет становится моднее и моднее. Ну, последние несколько лет, вот мы берем буквально 3-4 года? 2-3 максимум, да, не больше. То есть совсем недавно? Да. То есть пошла какая-то тенденция на… Пошло, да, повышение количества посещаемости у молодежи. То есть раньше… Как вы это понимаете? Просто визуально оцифровываете публику или у вас какие-то… Нет, так как я работаю с прессой, это и съемки, и телевидение, то очень часто это съемки берут интервью у публики во время антракта или постспектакля, чтобы уже полную картину собрать все впечатления. И раньше в основном это были либо там бабушки с дедушками привели, там, внука, либо родители привели ребенка. А сейчас, что для меня было большим удивлением, у молодежи, причем молодежь, именно вот молодежь, там, от, думаю, 18 до 27-30, им задают вопрос, вот, а как вы пришли в цирк сегодня или почему? Да вот мы вот с компанией друзей решили прийти. Это странно. То есть они собрались и купили билеты, и пошли там не в кино, не на дискотеку, а пришли в цирк. Мне кажется, что в советское время все-таки вот исключительно семьи ходили. Больше семьи ходили, потому что цирк изменился. Чем? Цирк изменился сильно в плане художественного. Он сильно, к слову дурацкого, драматургизирован. Потому что сегодня это не просто акробаты, артисты. У нас таких нет. Я всегда говорю, что у меня в цирке нет ни акробатов, ни жонглеров, ни палетчиков. Как у вас есть акробаты? Есть артисты. А, вот в этом смысле. Артист, который своим жанром рассказывает свою историю. А, значит, на него работает визажист, балетмейстер, хореограф, режиссер, художник по костюму, художники по свету и по звуку, ассистент. Видите, сколько людей работает на одного артиста. В втором стирке такого не было. Потому что это очень дорого. И это очень сложно, но по-другому уже нельзя. Потому что люди насмотрелись много. Эфир открыт. Есть тарелки у всех, у каждого второго. Есть DVD-видео. И уже просто так ничего не покажешь. А люди молодые сегодня, смешно было бы говорить, что они глупее молодых, которые были 15 лет назад. Нет, все же развивается. А потом, заметьте, молодежь, 18-19 лет, они же в артистах, которые выступают перед ними, показывают им то, что они могут, они видят себя. Они же ровесники. Возраст один и тот же. А это те же люди Икс. Это люди, которые могут делать то, что не могут другие. Это тот же самый комикс, который можно посмотреть на DVD только вживую. Это не монтаж. Это не спецэффекты. Это не фотошоп. Это реальные совершенно вещи. И когда видно, что человек реально рискует жизнью, это раньше было смертельный трюк. А сегодня это всем понятно, это логически объяснимо. А это, конечно, привлекает. Мы начали, простите, начали говорить о том, что пиар, пиар, не пиар. Но всю жизнь дурная слава, лучше реклама, да? Вот с этим жирафом несчастным. После этого они говорят, что животными жестоко обращаются в цирке, да? Побурники гуманного отношения. Даже дело не в этом. Дело в том, что что-то случилось. Это вообще легко так было. Хлебо и зрелищ. Понимаете, когда несколько лет назад Артур Багдасарова порвал тигр, но это тоже, к сожалению, в детской профессии. Пиар, сочетками шрамов не бывает. Народ валом повалил. Смотрит на тигра, убийцу, людоеда. Ну, тут ничего не поделаешь. Еще раз говорю, дурная слава. Когда ребята, не дай бог, с кем-то, с кем-то, с Волковым, у нас упали, народ пошел в сыр. Вдруг. Хотя билетов у нас всегда мало. Тут их совсем не стало. Пошли посмотреть на то, где это случилось. Вот оттуда он, помните, Стругацкий, да? Оттуда он упал, лопнул карабин. Страшные рассказы. Он повешал альпинистом. Ну, вот та же самая тема. Вы упомянули, что в советское время снимались ленты игровые, которые становились блокбастерами, о цирке. Ведь сейчас же кино снимают, после того, как маркетологи проработают и решат, это будет интересно или неинтересно, пойдет публика, не пойдет. Значит, может быть, просто нет потребности в кино, допустим, о цирке игровом. Вот понятно, допустим, что вы человек из цирковой династии, вы цирками интересуетесь, но вы, наверное, общаетесь со сверстниками, которые вне отрасли. Есть интерес, допустим, к такому жанру, как клоунада, допустим? Вот мне интересно. Или предпочитают все-таки комедии в жанре стендап? К жанру в отдельности или к цирку в целом? Вот, ну, клоуны, цирк – это для меня, в общем-то, такие два термина сопряженные. Клоуны вне цирка, ну, иногда у нас только по телевизору бывает так, как некоторые политики выступают в этом жанре. Пару лет назад мы с одним из известных, правда, не наших, телеканалов делали достаточно долгий, длинный цикл передач, что-то типа доку-реалити, именно посвященное жизни клоуна. Они брали клоуна, и в течение месяца они за ним ходили, с утра до ночи. Куда он ходит, чем он занимается в свободное время, как он репетирует. Как придумывает новые репризы, как живет там семья, дети, как вот все это вот у них происходит, как совмещают он работу и семью. Это было, но это вот, понимаете, это не наше все. Это не мы придумали, да, к сожалению. А я думаю, что просто забыли. Вот люди, которые наверху, опять же, сверху интереса нет, значит, инициативы посередки не будет никогда никакой. Потому что, не дай Бог, затевать, чтобы в башке получишь. Потом у людей власть придержащих, особенно у хозяйственников, у них есть отношения, потому что слово цирк, оно для них во многом носит негативный оттенок. Что ведь цирк устроен здесь? Что ты себя клоуна корчишь? А людям свойственно, почему смотрят сериалы, это история. Людям интересна любая история, особенно, когда она происходит с другими. Прослеживать какие-то перипетии, какие-то там проблемы, трагедии, радости, счастья, несчастья. Чужая жизнь проживается в этом. Мне кажется, что все-таки то, что Юрий Максимович отметит, что мода появилась на цирке, это хорошо, и это действительно так, потому что вы же это просто можете видеть, насколько я понимаю, по отчетам, по продажам. Если билеты продаются, люди ходят, у вас аншлаги. Я правильно понимаю, что золотой сезон будет идти до сентября? Да, до сентября. И что у вас обычно к майским уже на лето все распродано? Вот это феноменально. Объясните мне, почему на лето? Летом же ведь все разъезжаются. Или наоборот, кто приезжает в Москву, они ходят в цирк. Понятно. Это туризм внутренний, это туризм зарубежный. Мы работаем напрямую с туристическими агентствами. Они включают билет в нашу программу. То есть вы все-таки в ногу со временем идете? Консерватор, не консерватор, а на работу с туристическими агентствами. Бизнес – это на этой новой истории. Наладили, понятно. У нас помимо кошки еще одна традиция. Которая куда-то ушла. Да, они сами по себе. Их тоже, в общем-то, не дрессируют. Хорошо, что большие такие не занимаются. Это игра в правду. Значит, как она выглядит? Мы все доигрались. Да. Ну а как же? Уже правда стала игрой. Ох, вот это вот телезиончик. Это бывший пропагандист мне говорит, а не Никулин, руководитель цирка. Здесь четыре фишки разных цветов. Четырех цветов. Красный, желтый, голубой, белый. И карточки соответствующего тоже цвета. Вы выбираете фишку. Карточку такого же цвета. И на каждой из карточек написан вопрос. Вы зачитываете вслух вопрос. Отвечаете или не отвечаете. Игра французская, я сразу предупреждаю. Поэтому многие вопросы бывают... На французском языке. Мы разговаривали, да? Не страшно. Французский язык, это еще был бы с ним. Там французское мировоззрение и мироощущение. Вот это вот гораздо сложнее. Готовы, да? По три вопросика мы сыграем. Пока там у нас платон где-то ходит. Вы ищут. Да. Так. Ну, молодым везде у нас дорога. Говорите, Сергей Максимович. Начнем. Давайте. Так, желтый. Желтый – это откровенный вопрос. Любую желтую карточку. Давайте вот эту. Давайте, читайте. Неловкий вопрос. На каком документе вы подделывали подпись начальника? То есть Максима Юрьевича, я так понимаю, да? Да. Ну, здесь я не думаю, что это будет откровенность для Максима Юрьевича. Для кого-либо. Так как я занимаюсь съемками, то все разрешения на съемку обязаны утвердить. Утвердить не обязательно Максим Юрьевич, но кто-то из дирекции. Так. А подделать легче всего подпись папе. Бывают съемки в выходные дни. Ага. И бывает, что это в 9 утра. Забота об отцов. А в воскресенье в 9 утра, да, ехать к Максиму Юрьевичу, а так как его подпись… Мы низких истинным дороже. Его подпись я знаю со времен школы и дневников. Это самое простое. Ну что ж, ожидаем. Вполне ответы от этого не менее интересные. Так. То же самое, желтый, да. То есть… Ну вот на поверхности лежит. В этом плане не повезло с начальником. Да. Вам случилось обсуждать фильм, слэш книгу, которую вы на самом деле ни разу не читали, смотрели? Что это было? Нет. Никогда не приходилось? Нет. А вы же только что говорили, что вы телевизионщик. Телевизионщикам приходится иногда обсуждать с писателями книги, которые они на самом деле не читали. То есть в вашей практике такого не было, да? Счастливый сбежал этих ситуаций. Вот я сегодня с вами обсуждал золотой сезон, я ни разу не видел. Мы не обсуждали, мы говорили о чем-то. Наоборот, я вас просто вещал скорее. Да нет. Но я не буду никогда обсуждать то, чего я не видел или не читал. Глубый выбор. Спасибо. Так. Что мы уберем? Ваш второй. А, то есть вы не играете с нами? Нет. А смысл? Наигрался уже. Их другие игры. Синя. Да, голубая это синяя. Это на подумать. Вопрос называется на подумать. Да, вопрос на подумать. В детстве вы отказывались дружить с толстыми или некрасивыми детьми? Ну подумай. Думай. Ну подумать. Да нет. Не было толстых и некрасивых? Да и были. Я просто как-то, наверное, не акцентировал на это внимание и до сих пор не акцентирую. Да и детство прошло. Да, давно. Но, да нет, наверное, не отказывался. Хорошо. По крайней мере, я этого не помню. Детство было давно, да. Что там было. А пророку задают только два вопроса. Почему нет продажи животного масла и евреи или вы? Глуба. 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 Как можно подумать? Параллельно. Так может просто доставать и класть? Кого из родителей вы любите больше? Маму или папу? Ну, даже думать нечего, на самом деле. Потому что... Чему? А я скажу, почему. Потому что и папа, и мама, мне так кажется. Ну, по крайней мере, так было в моей жизни, к сумме опыта оперируя. Они очень разные. Но, знаете, вот когда спрашивают вашу любимую книгу, и человек отвечает, у меня ощущение, что он больше ничего не читал. Так же и с едой, так же и с фильмом, впрочем. И папа, и мама, они очень разные, поэтому их нельзя любить одинаково. Но одинаково, это значит по-разному, но с той же самой, как бы, степенью влюбленности, степенью отношения. Потому что, если любишь больше папу, то это обидеть маму. Ну, и наоборот. Последний. Ну, мы попробуем. Так, белый, это свободный вопрос, это, ну, это значит, свободный, там нет вопроса, они все. А, это значит, что я выберу вам карточку, но... Давайте из красных тогда возьмем. Из красных, ух, не было. Отважно, отважно. Ну, их не было еще, да. Ну, давайте, вот я выбираю вам вот это. Давайте. Откровенный вопрос. Это был ваш выбор. Интересно, да, это был мой выбор, но я не ожидал, что вы такой увидите. С кем из бывших вам хотя бы однажды хотелось сойтись заново? Ни с кем. Да? Абсолютно. У всех по-разному, все. И финишируем мы, а этот красный. Ну, собственно... Да. Да как мы с ним ноздря в ноздрю? Вот так никулины. Вы когда-нибудь копались в вещах своего партнера без его ведома? Никогда. Я человек... Это женская прерогатива. Ну... Сексизм проявим. Вы знаете, нет. Я не считаю, что это женская прерогатива. Я с другим представлю себе, допустим, мою жену, которая без моего ведома у меня в кошельке или в вещах. Это человеческая природа, понимаете. Есть любопытство, а есть хамство. Вот это хамство. Хорошо. На этом мы поставим точку. Хорошо. И для себя я делаю вывод, что с правдой лучше не играть.